Коллеги, еще раз. Позвольте еще раз представлюсь. Меня зовут Александра Мирошниченко, я представляю компанию АВЕВА. Я технический директор локального представительства, которое отвечает за страны России и СНГ. Я не буду подробно рассказывать о нашей компании. Сегодня мои коллеги Константин Шитов и Алексей Лебедев уже сделали довольно детальный обзор на сегодняшний день. На сегодняшний день мы стали новой компанией АВЕВА, мы теперь стали больше, наше портфолио стало тоже больше и количество наших клиентов также увеличилось. Наши клиенты представлены в основных промышленных отраслях и мы можем сейчас смело сказать, что кроме того, что мы раньше предлагали решения для управления инженерными данными на всех этапах жизненного цикла объекта, то теперь мы еще решаем различные задачи производственные. Сегодня я бы хотела с вами поговорить про одну из задач, про один из блоков наших решений, который посвящен проектированию. Или, если возвращаться к нашему кругу, который уже показывали коллеги, это инженерно-конструкторские работы. Я не случайно выбрала эту тему, потому что это очень важный этап. В своей презентации я постараюсь раскрыть тему, почему это так. Основной принцип, который заложен в наши программные продукты, это объектно-ориентированный подход. То есть в фокусе у нас находится не документ, который выпускается при проектировании какого-то объекта, а тот объект, который потом будет также у вас на производстве, который перед этим необходимо установить, перед этим необходимо закупить, а перед этим необходимо выпустить всю проектную документацию. То есть мы говорим фактически с вами уже на одном языке, начиная с самых ранних этапов проектирования, когда этот объект только у нас начинает задумываться. При этом наше решение позволяет вовлечь все проектные дисциплины, то есть это и проектирование оборудования, это и трубопроводы, и строительные конструкции, и все-все-все, что необходимо для того, чтобы построить вот такой комплексный большой объект. Кроме того, все проектировщики работают в единой среде, и между различными стадиями проектирования у нас идет бесшовная сшивка данных. То есть мы можем говорить о том, что, например, данные с технологической схемы, вот об этом насосе передаются далее проектировщику при компоновке, при выпуске планов оборудования, эти же данные у нас пойдут потом в спецификации закупочные и так далее. То есть, как сегодня говорил мой коллега Константин Шитов, у нас нет необходимости дублировать данные. Мы переносим изменения в автоматизированном режиме из одного этапа в другой. Это исключает возможные ошибки и повышает качество проекта в целом. Также мы можем производить контроль изменений. Это тоже очень важный момент. Мы можем в любой момент понять, кто, когда и почему внес какие-то изменения. Это нам позволяет также производить работу с различными ревизиями. Это вариативное проектирование, если необходимо. Что особо может быть актуально при ранних стадиях или, например, при выходе проектной организации на тендер. Также мы можем говорить о таких проектах, как модернизация. Благодаря технологиям блазерного сканирования и совместной работе с облаком точек реальной модели, которую мы разрабатываем, мы можем четко вписать в существующую обстановку проектируемые объекты. Вот один из скриншотов показывает такой пример. Мы видим панорамную съемку, и в центре у нас вписана модель проектируемого заново узла, которая в этой установке будет в будущем построена. Ну и, конечно же, мы не забываем о том, что на сегодняшний день, к сожалению, информационной модели недостаточно. Естественно, наши системы должны также помогать выпускать документацию по проектируемому объекту, потому что продукт любого проектного института – это все-таки документация. Так вот, и здесь мы тоже проектировщикам помогаем. Мы помогаем им выпускать документацию в автоматизированном режиме. Что это означает? Ну, к примеру, если мы говорим о каких-то планах расположения оборудования, то это слепок конкретной трехмерной модели в конкретный момент времени. И при этом, если что-то меняется в модели, то эти изменения, естественно, переходят в чертеж. Это нам помогает вместо того, чтобы вносить изменения во всю документацию, в которой встречается наш объект, достаточно просто изменить в одном месте, например, какой-то параметр этого объекта, и эти изменения по цепочке передадутся в ту документацию, которая связана с этим объектом. Что еще дает объектно-ориентированный подход? Давайте рассмотрим такие графики, которые отображают распределение трудозатрат в протяжении времени на проекте. Здесь синим обозначен традиционный подход, который мы условно иногда называем 2D-проектирование. И красным показан объектно-ориентированный подход. Если посмотреть на ранние этапы, то мы видим, что при объектно-ориентированном подходе у нас трудозатраты несколько возрастают. Но зато на более поздних этапах у нас трудозатраты при традиционном подходе гораздо больше. Почему это так? Из чего это складывается? На первом этапе, когда мы говорим об объектно-ориентированном подходе, для проектировщика у нас возрастает, возможно, в чем-то нагрузка, потому что если мы говорим о каком-то новом проекте, о новом типе объекта, то здесь необходимо более плотно формировать информационную модель по сравнению с тем, как это происходит в 2D-подходе, когда проектировщик просто отрывает какие-то старые чертежи, копирует данные, вставляет и передает заказчику. Здесь требуется более точная проработка, более качественная. Но в будущем, когда мы говорим о том, чтобы пришли какие-то изменения, например, поменялся поставщик оборудования, в этом случае объектно-ориентированный подход значительно выигрывает как раз за счет того, что мы вносим изменения один раз в информационную модель и не дублируем эти изменения, не ищем, где этот объект у нас встречался еще, чтобы вручную эти изменения внести. Что происходит при 2D-подходе? Мы видим вот эту большую синюю заштрихованную область. Она как раз отражает те изменения, которые проектировщикам приходится в конце проекта вносить, когда все в панике, все заняты и пытаются все это вычистить, учесть и потом выдать заказчику. При этом, конечно же, мы можем также утверждать, что при объектно-ориентированном подходе у нас возрастает качество данных, которые мы выдаем в конце. А вот эта заштрихованная часть за счет эффекта обучения у вас может даже снижаться, если мы говорим о повторном проекте, каком-то типовой установке, или если мы, в принципе, говорим о том, что система, которая используется, уже внедрена на достаточно высоком уровне и позволяет снижать трудозатраты и на первом этапе. Так ли важно качество проекта? Мы уверены, что да, качество проектных данных крайне важно, потому что те данные, которые закладываются в проекте, как сегодня говорил Константин, эта информационная модель, она очень тесно связана и передается на другие, более поздние стадии проекта. Ну, конечно, если у нас низкое качество, мы можем получить какой-то неожиданный результат в конце, но если говорить серьезно, то здесь действует такое правило. Если взять за условную единицу стоимость исправления ошибки на стадии проектирования, на каком-то раннем этапе, то с каждой следующей стадии в разы, а иногда даже на порядке, стоимость исправления увеличивается. Именно поэтому эффективное проектирование позволяет нам значительно сократить затраты, которые могли бы у нас получиться в конце проекта, если, например, ошибка выявлена уже на строительстве, как в примере с мостом. Кроме того, данные проектирования могут быть полезны. В последнее время у нас такая тенденция, что они уже идут как обязательные к предоставлению заказчику на более поздних стадиях проекта. То есть, допустим, если мы рассмотрим пример, когда проект у нас уже реализован, объект уже построен и запущен в производство, то эта модель в формате, как построена, также может быть полезна. Я сейчас вернусь к тому же примеру, про который рассказывал Алексей. Так вот, этот пример возможен только в том случае, если качество данных, которые пришли с проектирования, у нас достаточно для того, чтобы быть уверенными, что этот насос стоит именно в этом месте, и что именно такие его параметры. То есть вот мы нашли этот объект, который нас интересует. Мы видим то, что к нему есть привязанные документы. Это могут быть как проектные документы, это может быть его паспорт, это может быть какая-то исполнительная документация. Но и, как уже коллеги отмечали, мы можем интегрироваться с другими системами. В частности, хорошо вам знакомая система WonderWear тоже может в режиме реального времени, вот прямо из этой трехмерной модели, мы можем ее вызвать и посмотреть, что происходит с этим насосом. Опять же подчеркну, что без должного качества этого проекта мы бы такой картины с вами получить не смогли. Поэтому, резюмируя, хотелось бы сказать, что качество проекта определяет будущее вашего актива, поэтому эффективные инструменты вам в этом могут помочь. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы. Проектирование в каком формате происходит? В открытом или это ваше какое-то? Наши решения работают с нашей собственной базой данных, но существуют разные форматы передачи данных, потому что мы понимаем, что мы живем не в вакууме, что необходим объем информации с другими средами, поэтому у нас есть интеграция через нейтральные форматы с основными проектными системами. Ну, в частности, архитекторы в BIM, по-моему, сейчас проектируют 3D-модели. С BIM есть? Building Information Modeling? Смотря что вы понимаете под BIM. Просто BIM – это, в принципе, не софт, это не система, это некая школа. Это формат. Это не совсем формат, я тут с вами не соглашусь. Это концепция. То, о чем вы говорите, я подозреваю, вы имеете в виду формат IFC, который используется сейчас в основных BIM-приложениях. Да, мы такой формат поддерживаем и обмениваемся данными с различными системами. Спасибо. Скажите, а кто определяет, как оценивать качество, разработчик или пользователь уже? Что это? Производительность, стоимость, параметры, качество? Это очень хороший вопрос. Спасибо, что его задали. Естественно, качество не может быть просто абстрактной величиной. Для того, чтобы понимать, что есть качество, нам до начала проектирования необходимо определиться с тем, какие будут требования. Сейчас заказчики проектирования выдают все более жесткие требования, где определяется, во-первых, какая это будет информационная модель. То есть какие классы объектов, с какой детализацией будут туда включены. Вот коллега привел хороший пример с BIM. Как раз многие компании, кто сейчас переходит на концепцию проектирования в BIM, они такими требованиями очень часто озадачиваются. И только при соблюдении вот этих правил, этих требований в начале проекта, которые задаются, мы можем говорить о том, что качество измеримо, и понять, удовлетворяет проект этому качеству или нет. ТЗ оно задается? Как правило, да. Это может быть либо ТЗ от заказчика, либо существуют организации, которые просто для себя создают, разрабатывают регламенты проектирования, которые включают в себя эти требования. То есть, например, компания может быть каких-то явных преимуществ не имеет в финансовом выражении на стадии проектирования, но она снижает риски выдать неправильные данные на строительство. Это тоже многого стоит, поэтому это либо требования, которые включаются в ТЗ на проектирование, либо это какой-то внутренний регламент проектирования у организации. Чаще всего на совместном? Совместным с заказчиком? Ну, естественно, договариваются заказчики с проектными институтами о том, что они могут обеспечить, что нет. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, знаете, чисто из практической области. Например, самый простой пример. Мне нужно спроектировать газовый сепаратор. Я запускаю ПРО-2, рисую технологическую схему, подбираю режим, получил наиболее оптимальные параметры. Что дальше? А ВЕВА когда начинается? Когда надо монтажную технологическую схему уже рисовать, и потом уже сконструировать аппарат или раньше? Спасибо за вопрос. Я сегодня вам отвечу так. Она началась с ПРО-2, потому что теперь это тоже наш программный продукт. Если бы мы говорили чуть раньше, то, начиная с ПРО-2, мы бы начали с перечня тегов. То есть мы бы занесли этот сепаратор со всеми его характеристиками в базу технологического оборудования. И на основе этой базы мы уже передали бы информацию дальше для создания схемы P&ID или технологической схемы. Ну и дальше была бы компоновка и так далее по цепочке проектирования. Скажите, сегодня Константин говорил про связность или даже общность моделей на этапе эксплуатации. Так как, соответственно, проектирование идет в начале жизненного цикла актива, как вы решаете вопрос именно связности моделей, чем обеспечивается связанность моделей разнотипных от 2D, 3D моделей, от моделей технологического процесса, например, в ПРО-2 и других типов моделей? Мы сейчас в начале пути, как говорил Константин, мы сейчас работаем над тем, чтобы наши решения были интегрированы. Но, естественно, связь этих информационных моделей, она возможна. Поэтому, в общем-то, этим и занимаемся. Это зависит от того, какие требования к трехмерной модели мы предъявляем. Мы уверены, что объектно-ориентированный подход, который закладывает как раз эти принципы работы с объектами еще на ранних стадиях проектирования, нам в этом помогут. Поэтому там, где мы можем передавать модель, как есть, на следующий этап, мы это делаем. Там, где такой возможности нет, мы смотрим, как она должна быть дополнена и модифицирована для того, чтобы следующий этап мог выполняться без проблем. У компании AVEA сейчас есть уже концепция по тому, как идти к связным моделям? Она доступна? В первую очередь, ваш вопрос, я вижу, связан с требованием к проектированию. Естественно, у нас есть рекомендации по тому, как правильно строить информационную модель на ранних этапах, для того, чтобы дальше она передавалась безболезненно. К сожалению, здесь какого-то универсального подхода нет, потому что разные проекты, разные отрасли, разные заказчики требуют по-разному. То есть они хотят по-разному видеть эту информационную модель у себя. Сейчас это процесс, который мы начали, и мы с удовольствием делимся своим опытом с нашими заказчиками, которые выполняют с нами проекты. Но вы не ответили по концепту своей компании AVEA? Общая архитектура и решение, да, мы сейчас готовы разработать и предложить конкретному заказчику, с учетом его конкретных требований, какую архитектуру мы видим оптимальной. С точностью до болта вот эта детализация должна разработаться под конкретный проект. Нет, я говорил именно про концепцию компании AVEA, пути развития на продуктах AVEA. Причем большой AVEA после объединения, то есть это не только AVEA инжиниринг, но и решение Schneider, решение Spiral и так далее. То есть концепцию развития продуктов с учетом перехода к связным моделям. Вот так вот глобально, безусловно, концепция есть. Потому что, как вы, наверное, уже слышали, наше решение, компания AVEA старой и Schneider Electric Software, они дополняют друг друга, но не конкурируют. Поэтому общая концепция, общая картина в верхнем уровне у нас есть. Опять же, конкретика зависит от того, на каком проекте мы будем работать. А увидеть можно концепцию? Ну, то, что вы видели в общих презентациях, возможно, такого уровня детализации вам достаточно, возможно, нет. Может быть, давайте отдельно обсудим, как вы себе это видите. Такую технологию, как Agile, вы используете? Да, при выполнении проектов, как подход, работы с проектами, да. Конечно. Во-первых, если мы говорим о решениях о проектировании, для проектирования только, то да, у нас уже есть более 140 клиентов только в России. Есть уже объекты, которые были спроектированы с использованием наших решений и построены, введены в эксплуатацию. Так что короткий ответ – да. Русифицированная версия, когда будет? Тоже хороший вопрос. Мы много лет этого умышленного не делали. Сейчас объясню вам, почему. Наши заказчики, как правило, требуют от нас предоставления фиксов и сервис-паков, которые выходят к нашим программным продуктам сразу. Они не готовы ждать, чтобы мы проверяли русификацию здесь локально. Но сейчас этот вопрос встает все чаще, поэтому, возможно, мы будем двигаться по этому вопросу. Не могу пока сказать, когда, но такой проект, в принципе, мы в начале пути. Здравствуйте, Павел, компания Кротек. Хотел бы узнать, есть какая-то интеграция с проектом ВАВЕВА, уровня DCS или верхнего уровня АСУТП, с прикладным программным обеспечением уже непосредственно базового программного обеспечения для реализации DCS и верхнего уровня АСУТП? Типа вот Вандервер того же самого, там, не знаю, там, Эмерсон, Ханвейл и Кагао, что-то такое. Я сейчас, к сожалению, не назову им конкретный проект, но вот на уровне интеграции «Проверить у себя» мы уже сделали то, что вы видели в видео. «Проверить у себя» фактически может быть применимо и для приборов КИП, которые расставлены в трехмерной модели, и также содержатся информацию, которая по ним необходима, связана с Вандервер или с какой-то любой другой системой, которая используется. И также данные могут оттуда привязываться к трехмерной модели, можно будет их просматривать. То есть концептуально это выглядит так же. А все-таки проектные данные, они где, вернее, Авиева используют какую базу данных? Oracle, MS SQL или что? Или своя какая-то база? Когда мы говорим о решениях именно для разработки проектных данных, у нас собственная база данных, которая была разработана много-много лет назад, инженерами для инженеров, и до сих пор используется она. Мы умышленно не стали переходить ни на какие общепринятые базы данных, потому что та идеология и то ноу-хау, которое было заложено много лет назад, работает и сейчас. То есть то, что мы с вами видим графическое отображение сегодня, раньше, когда компьютеры были слабее, не было возможно все это реализовать. Но в то же время хотелось работать с очень большими объектами, проектировать большие нефтеперерабатывающие заводы, тепловые станции и так далее. Вот тогда появилась наша база данных, которая хранит фактически только атрибутику. Она никогда не хранила графику. То, что вы видите на экране, это отображение того, что хранится именно в базе данных. То есть если это какой-то кубик, то в базе данных хранится информация, что это кубик и его параметры. Такой подход работает и сейчас. Благодаря этому проекты, которые выполняются в среде АВЕВА, весят не очень много. Они могут передаваться, это просто гигабайты, наверное, а не терабайты информации. И при этом мы можем работать практически с неограниченными объемами проектных данных, потому что такие крупные объекты, как, опять же, заводы, какие-то большие судна, которые тоже проектируются в наших решениях, они требуют довольно большой нагрузки на базу данных. Наша база данных Добакон с этим успешно справляется. Так вот, хотел бы знать, все-таки есть какие-то примеры передачи спроектированной информации данных уже непосредственно в прикладной программный проект у АВЕВА. Например, как у Интерграфа. У них там есть Intools, Instrumentation. Они передают данные сразу в Delta V. У вас такое есть, нет? К сожалению, я не очень хорошо знакома вот с этим интерфейсом, который вы сейчас назвали у компании Интерграф. Но даже если его сейчас нет, то это можно сделать, потому что у нас открытый интерфейс, мы можем любые данные получить, такую интеграцию настроить. То есть, возможно, где-то в мире есть такие проекты, я о них просто сейчас не знаю. Но, опять же, это возможно, потому что в рамках проекта это можно реализовать путем программирования, путем забирания нужных данных из нашей системы и трансляции просто в другое. Так что технически да, пример я, к сожалению, не назову. Спасибо.